Добрый день! И сегодня наша программа вновь в эфире телеканала Самарагис. Это необычное название, говорящее само за себя и отвечающее на вопросы о ее тематике «Хочу домой». Программа, в которой мы стараемся решить проблемы бездомных животных. Задаем вопросы, ждем и получаем ответы. А ответы получаем от наших гостей в студии. За несколько эфиров мы познакомили вас с сотрудниками и организациями, которые помогают бездомным собакам и кошкам, попугаем и другим животным. И сегодня в нашей студии очередные гости, деятельность которых связана с бездомными животными. Приют «Залоспасение» – руководитель Елена Сухова и волонтер приюта Татьяна Савицкая. Итак, Елена, несколько слов о вашем приюте. Перед тем, как мы увидим видеовизитку, репортаж нашего журналиста. Пожалуйста. – Нашему приюту почти три года. Содержим мы почти 60 собак, почти 30 кошек. Условия создаем такие, чтобы не стыдно было и в первую очередь не перед животными, не перед гостями приюта. И питание, и выгулы, и лечение. Ну, стараемся как можем. – История, немножко об истории создания приюта, когда вы решили создать приют. И, ну, на какой почве, какая основа, что сподвигло вас создать этот приют? – Ну, помощью животным занималось достаточно давно уже. Поднакопилось определенное количество кошек, собак, которых надо было где-то разместить. Средств на платные передержки уже не особо хватало. Ну, нашли территорию, решили, ну, начнем. – Вы знаете, работа, я все-таки побывал во многих приютах, а работа довольно-таки тяжелая. Все-таки собаки, которые не социализированы, собаки, которые злые. Как все это проходит у вас? – Относительно социализации? – Да. – Ну, кормление в первую очередь. Ты пришел покормить, погладишь, смотришь, есть какая-то ответная реакция, нет ответной реакции. В перерывах между кормлением можно просто зайти пообщаться. Очень такой важный момент для социализации – это выгул. Выгул, мы выходим на улицу, общаемся, пытаемся общаться с другими животными, просим волонтеров, приходящих в приют, тоже брать собаку на выгул. То есть, чем больше людей, чем больше новых каких-то впечатлений эмоций собак получает, тем проще ей контактить с этим, с окружающим миром. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, то, что увидел журналист на территории вашего приюта. Полупородистый охотничий пес Булат любого гостя приюта для бездомных животных готов признать за хозяина. Его мечта – иметь свой дом и служить человеку. Но пока он живет в компании таких же обездольных собак и кошек. В приюте больше сотни питомцев. Одна из волонтеров – Татьяна Савицкая. В свободное от работы время она приезжает в приют на окраине Самары. Накормит, напоит, уберет вольеры и старается уделить внимание каждому животному. Для нее они все – как родные дети. Я очень много лет с детства везде подбирала собак на улице, и тогда с этим было совсем все по-другому. И сколько себя помню, всегда всех подбирала. Теперь у меня есть больше возможности реализовать свои душевные потребности по спасению и помоганию животных. У меня дома живет кошка из приюта, взятая на социализацию, так она у меня и осталась. Есть среди питомцев у волонтеров и любимчики. Тех, которых сам забираешь с улицы, тех, в которых вкладывается много сил, в которых мы лечим, конечно, к ним привязываешься больше, когда они беспомощные, когда они требуют внимания. Очень подкупают собаки, которые никого не признают, кроме тебя. То есть собака дикая, потом постепенно она становится более ручной, и, соответственно, это очень приятно наблюдать. Найти нового хозяина тяжело. Как говорят в приюте, это дело случая. Кто-то из животных не задерживается здесь и пару дней, иные живут больше года. Существуем мы благодаря помощи неравнодушных людей, исключительно благодаря ей. Кто-то помогает транспортом, кто-то помогает в оплате приема медклиники. Около трех лет назад дачный участок превратился в приют для бездомных животных. Вольеры для собак и домики для кошек построены по российским стандартам. За образец взятой типовые приюты страны. С улицы животные попадают сначала в карантинную зону, потом в общежитие. Для больных работает лазарет. В общем, все как у людей. По этим трем помещениям они потихонечку распределяются и, соответственно, всем хватает своего места. В Самаре до конца года планируют отловить и стерилизовать почти 2300 бездомных собак. На это потратят 27 миллионов рублей. После этого их отпустят на свободу. При условии, что они будут добродушными. Ну что ж, мы посмотрели сейчас взгляд нашего журналиста. И у меня очередной вопрос. Скажите, собаки у вас находятся на территории какой? Какая площадь? 12 соток. 12 соток. Не тесно им там? У нас есть несколько вольеров для общего содержания собак. Общая площадь в каждый вольер 40-50 квадратов. Там максимум по 6 собак. Совсем не тесно. Одноместные, одна-двухместные вольеры, они площадь 9 квадратов. Там размещаются максимум 2 собаки. То есть по 4,5 квадрата на собаку. Мне кажется, вполне неплохо. Татьяна, вы волонтер. Да. Почему? Зачем? Для чего это вам надо? Ну, во-первых, я люблю собак и кошек, вообще всех животных. Во-вторых, я считаю, что по отношению к животным, в том числе бездомным, можно судить вообще о степени деградации, либо уровне нашего общества. К сожалению, общество у нас очень далеко от совершенства. Очень грустно на это смотреть. Поэтому хочется хоть какое-то добро принести в этот мир. Мне кажется, если люди будут добрее к животным, они будут добрее друг к другу. И все в нашей стране будет налаживаться лучше. И все мы станем жить лучше. А приют, там работают штатные сотрудники или все-таки еще есть волонтеры? В приюте работает 3 сотрудника и большое количество волонтеров, за что им большое спасибо. Потому что приют существует только при поддержке волонтеров. И без них он не смог бы существовать. Поэтому все люди, которые приезжают, занимаются той самой социализацией, про которую мы уже говорили, и кошек и собак выводят на прогулку, просто сидят и гладят кошек. Это очень большое дело. Естественно, у работников, которые занимаются, они варят кашу, раздают еду, убираются в вольерах. У них на то, чтобы просто сидеть и гладить собаку или кошку, просто нет ни сил, ни времени. Поэтому мы очень благодарны волонтерам, за счет которых мы существуем и можем социализировать и пристраивать своих животных. Весьма интересный вопрос, который задают всегда зрители, откуда деньги на содержание животных? Ну, как уже говорили, мы существуем исключительно благодаря пожертвованиям. Кто-то помогает транспортом, кто-то помогает на прием в ветклинику, кто-то привозит корм, кто-то привозит игрушки. Ну, благодаря этому мы существуем. Есть еще одна тема, тема, которая, я думаю, больная, тема, которая громкая, которая все-таки у всех на устах, по поводу усыпления животных. Давайте поговорим немножко об этой теме и об этой проблеме. Ведь всех животных вы не возьмете себе в приюты. И сколько бы этих приютов у нас в городе и в области не было, все равно места всем собакам не хватит. Какая работа ведется по, в принципе, по отлову бродящих животных? И все-таки, как вы смотрите на тему усыпления? Относительно помощи в ограничении количества собак на улице, мы от себя можем помочь, чем стерилизация. Первоочередная задача. Этим стараемся заниматься по мере возможности. Отдельно тема на это создаем, собираем средства на стерилизацию. Относительно, подчеркиваю, гуманной эвтаназии, гуманного сокращения. Есть разные собаки. Есть собаки, которые рано или поздно найдут свой дом. Через месяц, через два, через три, через год после попадания в приют. А есть собаки, которые никому не интересны, ну, вообще никак. Ни внешние, ни по характеру. И, например, агрессивные, злобные. Вот с этими собаками, конечно, очень сложно. Мы говорим о том, что, и в прошлых программах я говорил о том, что все-таки попадаются со мной собаки, которые добрые. Которые по своему характеру и генетически имеют нормальный, спокойный характер. Которые не агрессивные, которые не боятся ничего. Поэтому они попадают в приюты. Попадают агрессивные собаки. Это уже если слишком постараться, чтобы их поймали, выловили и так далее. Что делать с агрессивными собаками? Всех социализировать вы не сможете. Ну, если говорить про приюты, то мы не занимаемся на сегодняшний день отловом по программе ОСВВ. К нам животные попадают либо те, которых мы поймали сами, либо тех, которые привезли нам волонтеры, какие-то люди, которые подобрали на улице. Поэтому, если говорить про наш приют, попадают собаки в основном либо социализированные, либо условно социализированные. То есть, которые более-менее доверяют человеку. Либо те, которые нуждаются в помощи, которых подчас приходится сложно ловить. Но они раненые. У нас такие собаки есть и трехлапые. Вот безглазый у нас есть ребенок, которому, конечно, на улице будет гораздо труднее, чем просто здоровые собаки. Поэтому злые собаки к нам попадают только те, от которых отказываются владельцы. У нас такие собаки были. Приходится их забирать. Забираем с помощью специальных устройств, потому что собаки действительно агрессивные. За всю историю существования приюта у нас таких собаки было четыре, включая подобранных на улице. Поэтому говорить о том, что у нас есть массово агрессивные собаки, мне кажется, нужно просто больше проводить работу с населением, что люди должны быть добрее. Если собака на улице гавкнула на человека, это не значит, что она агрессивная. И в большинстве случаев собаки не бросаются. Если где-то создаются стаи, безусловно, их надо отлавливать, их надо помещать в приют и смотреть на их мотивированную, немотивированную агрессию. После этого уже принимать решение. У нас таких случаев, к счастью, не было, чтобы была необходимость избавляться от собаки таким способом. А 498-й федеральный закон, который был принят в 2020 году, 1 января 2020 года, в прошлом году. Скажите, там нет статьи и нет положения, что злобные и агрессивные собаки должны усыпляться. Вы за такую меру или нет? Лично я против. Вы? Я считаю, что есть животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Вот это самое страшное. Это на уровне генетики. Мы не можем это контролировать. Мы не знаем от чего. Но это реально единичные животные. Но, к сожалению... Для таких животных, наверное, да. Самое сложное в этой ситуации... Это адекватно оценить, чтобы под эту, как сказать, возможность не было массового усыпления животных, которые просто не угодны кому-то. Понятно. Как часто забирают собаки из вашего питомника? Ну, в среднем в месяц пристраивается 5-6 собак. Какое количество попадает обратно? Обычно такой же и попадает, и чуть-чуть сверху. Потому что у нас не получается. Мы вроде бы хотим чуть уменьшить наше количество, наше поголовье. У нас это никак не получается. Только в плюс работаем. Вы как-то отслеживаете судьбу тех животных, которых отдали? Обязательно. У нас во всех наших соцсетях в обязательном порядке есть фото-привет из дома. Отлично. У меня есть предложение. Давайте посмотрим, значит, наш репортаж, следующий сюжет о том, как живут те собаки и кошки, которых забрали из приюта. Эту собаку спасли от верной гибели волонтеров. Вместе с ней выбросили еще четырех щенков на верную смерть и место подобрали возле кладбища. Обнаружили бедолаг случайно и сообщили во все группы в соцсетях. Алена Соболева была одна из немногих, которая включилась в спасательную операцию. Ездила подкармливать щенков среди полноценных и здоровых, присмотрела самого больного и силого. Сейчас уже, можно сказать, инвалида от рождения. А почему именно эту собаку взяли? Из-за того, что инвалид. Инвалид? Да. Мы с ней ездили почти два месяца, выезжали на точку, то есть я к ней достаточно привыкла. Ну, достаточно сложная собака, очень сложно пристроиться. Ну, вот вы увидите, то есть это достаточно проблемное животное. Ну, просто стало жалко, я ее забрала. К новому дому графиня привыкла быстро, в квартире освоилась за несколько дней. Без труда запомнила, где миска для воды, где для еды. С подозрением не сразу к ней привыкли еще двое обитателей из рода собак, которые давно живут у Алены. Шестилетний пекинес Кузя и двор пёс или метис Чопик, которому уже восемь лет. А почему именно вот бродячих собак забираете к себе? Ну, породистых и так возьмут. А вот эти, они как бы, ну вот и жалко просто. То есть они так тоже должны, у них должен быть дома, они должны где-то жить. Поэтому вот так вот. Ну, в принципе, для этого и существует приют. Увлечение собаками началось лет 20 назад. И, кстати, самая первая собака была редкой и престижной тогда породой. У меня изначально первая собака была Чао-Чао. То есть мне тоже хотелось красивого такого. Первая собака, да, у меня была Чао-Чао. Вторая собака была уже беспородная. Ну, а потом уже я сюда переехала где-то лет 7 назад. Начала подумать, взять из приюта. Вот взяла Чопу, того первого. Потом я пошла работать туда, в приют. И вот сейчас я забрала ее, потому что, ну, страшно как-то отдавать. А вот коту Фредди, что живет в соседнем подъезде, повезло больше. Он здоровый и пушистый. Взяли котенком из приюта в 6-месячном возрасте. Сейчас ему полтора года. По его важному виду можно сказать, что он полноправный, значимый член семьи. И о своей прежней жизни в приюте давно позабыл. Почему именно из приюта? Ну, раньше там, да, так как я кошек люблю, в детстве там с улицы приносила и так далее. Ну, из приюта, потому что, во-первых, это здоровое животное, проверенное, привитое. То есть к тому же была возможность, да, то есть сразу предупреждали, если что-то не сложится у нас с котом, то можно будет его вернуть. То есть это тоже большое дело, потому что, ну, животное есть животное, да, какие-то могут быть разные причины. Но у нас вот, слава богу, все сложилось. Кот оказался умнейший, с прекрасным характером. Первый месяц семья Алены хваталась за голову. Оказалось, у миленького котенка не совсем простой характер. Можно сказать, своенравный. Но прошел еще месяц, и Фредди исправился в поведении. И привык к своим новым хозяевам. А Алена и ее семья к выходкам кота. Злой, не злой? С характером. Так как он у нас любимый, пушистый, подвержен тому, что приходится ему терпеть наше тискание. Мы не можем пройти мимо, его все время хочется потискать. А он этого не очень любит, он терпит. Поэтому, когда лишнего его натискает, он может отцарапать. Может. Или просто убежать. Но, скажем, такой вот агрессии опасной нет. То есть он абсолютно домашний, семейный, правильный кот. Повезло, судьба, звезды сошлись. И многое другое можно сказать о жизни собаки, графини и кошки и Фредди, взятых когда-то из приюта. И таких историй немало. Однако все же пока больше тех собак и кошек, которые остаются на улице. Все животные рано или поздно понимают разницу между улицей, приютом и новой семьей и своим домом. Итак, забрали собаку и кошку. Довольно-таки хорошее содержание. Уютный дом. Есть кормление. Правильное кормление. Питание. Как и чем вы кормите своих собак? Зимой у нас двухразовое питание теплой каши в обязательном порядке, рис, гречка, овсянка, основные крупы. Ну и что-то мясное в обязательном порядке. Минимум 30% мясного в тарелке должно быть. Летом это сухой корм, потому что каша летом портится очень быстро. Собаки не все успевают покушать. Ну и, соответственно, нецелесообразный расход. Кошки у нас питаются сухим влажным кормом. Могли бы перевезти на натуралку, но мы не имеем условий для готовки. У нас ни газа, ни электричества толком нет, воды нет. Очень сложно с этим. Рацион питания морковка, яблоки, что-то включается? При наличии, да. Если нам привозят, мы с удовольствием это все в кашу. Натерочки натерли, отправили. Ну и вопрос. Какое количество собак вы готовы сейчас отдать? Только не говорите, что всех собак. Ну, что значит отдать? Пристроить в новый дом? Да, да. Ну, пристроить в хорошие, добрые руки. 90% тех собак, которые сейчас есть в приюте, готовы к переезду в новый дом. Всегда есть свежие пополнения, которые еще не стерилизованы, которые находятся на лечении по разным причинам. Ну, это, наверное, в среднем не больше 10% поголовья. То есть 90% готовы поехать к новым хозяевам. Ну, и у меня сейчас предложение опять. Давайте посмотрим нашу рубрику, или даже не рубрику, наверное, а видео-визитки, которую мы подготовили специально для программы «Хочу домой». Люди подобрали эту собаку. Она бежала вдоль трассы, недалеко от поселка Волжский. Потом какое-то время жила в передержке в поселке Волжском. И в итоге попала к нам в приют, поскольку передержке это дорого. Она была очень худая, очень такая нервозная собачка. Сейчас она очень ласковая, стерилизованная, привитая, приученная на выгул полтора года. Лапка у нее атрофирована, то есть она у нее не болит, лечить не надо. Ей не больно никак. И она даже не знает, что лап должно быть четыре. Она бегает, как табыдымский конь у нас. И душа собака. Душа собака бывает нечасто. За нашу практику 30-летнюю были такие собачки. Вот она именно душа собака. Хозяина на душу отдаст. Она всех любит. И в то же время это очень хорошая сторожевая собака. Она быстро понимает, кто свои и кто чужие. Начинает охранять. Люди ее поедут и лугают. Может быть, кому-то нужен сторожевой хороший пес и душа собака. Ее тоже принесли с улицы. Кошке сейчас три года. Она стерилизована, привита, обработана от паразитов. Кошка очень ласковая. Назвали мы ее красная. Понятно почему, да? Очень яркий рыжий окрас и даже янтарные глаза. Замечательная девочка, приученная к лотку, на древесный наполнитель. Ест и домашнюю еду, и сухой корм, и влажный корм. Поэтому больших проблем не составит своим хозяевам. Мы ждем, чтобы ее забрали в хорошую семью и так же ее любили, как мы. Наш энергайзер Никуша. Это самая деловая колбаса в нашем приюте на сегодняшний день. Ей всего два месяца. Активная, веселая, позитивная. Всех любит, со всеми играет. Но, конечно, в квартире такую собачку будет держать достаточно сложно. А вот для частного дома самое то. Но если вы сами активный, позитивный человек, готовый много гулять, много играть, это для вас. Я думаю, что с вашего питомника, с вашего приюта мы в ближайшее время тоже подготовим визитки и обязательно познакомимся с теми людьми, которые забрали у вас когда-то собаку. А бывает такое, что забрали и вернули назад? Такое очень часто бывает, да. Мы в обязательном порядке отдаем животных по договору, в котором прописано. Если что-то пойдет не так, мы в любом случае, при любом обстоятельстве, всегда готовы. Независимо от того, семейная причина какая-то или причина в собаке, неважно. Привозите, даже вопросами задаю. Есть такие собаки или кошки? Кошки, кстати, у вас тоже есть? Конечно. Есть у вас собаки и кошки, которых не хочется отдать, которым уже прикипела душа, которых вы забрали бы домой к себе? Конечно, такие есть, но мы с этим боремся, потому что мне кажется, где-то на подсознательном уровне это мешает пристройству. А так, конечно, есть любимчики. Всегда кто-то больше нравится, кто-то нравится меньше. Не всегда это зависит от цвета. А иногда это просто вообще какие-то такие ментальные вещи, совершенно загадочные и непонятные. Во-первых, по характеру собаки, которые к тебе идут и как-то расположены, к ним больше прикипаешь. И еще очень больше переживаешь, больше, может быть, прикипаешь к тем, кто на каком-то лечении находился, потому что с ними много канители, очень много переживаний, выживет, не выживет, как все это пройдет. И, конечно, потом очень за них волнуешься, когда пристраиваешь новый дом, чтобы там любили, чтобы не обижали, чтобы все, что было сделано, было не зря. Но отдаем, иногда со слезами на глазах отдаем, потому что если не пристраивать, то тогда не будет возможности помогать следующим. Татьяна, вы ранее сказали о том, что все-таки вы против усыпления собак. Ну, я слишком люблю собак. Вы же понимаете, что то огромное количество, которое сейчас воплодится у нас на территории нашего города и губернии, их просто потом... Ну, что с ним делать-то? Их девать-то куда? Знаете, есть много положительного опыта в других городах. Ну, как образец можно взять, наверное, Нижний Новгород, Ростов. И мы обмениваемся опытом с волонтерами и зоозащитой в тех городах, где программа ОСВВ работает не один год. И реально, например, в Нижнем Новгороде сейчас нету практически бездомных собак на улице. Там программа работает 7 лет. Что за программа ОСВВ? Что это такое? Отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск. Сколько собак вы стерилизовали и сколько отпустили обратно? Как я уже сказала, мы не занимаемся программой ОСВВ. Есть у нас организации приюты. Этим успешно занимается приют Хати уже не первый год. Наверное, лучше эту тему будет обсудить с ними, потому что у них реально большой опыт. Я знаю, что на этот год они готовы поймать и стерилизовать, и выпустить обратно в среду обитания в районе 2000 собак. В прошлом году было 1200 по Хати. Но я думаю, что они будут участниками этой программы, и они очень хорошо и опытно, учитывая свой опыт, про это расскажут. Мы, поскольку пока не обладаем такой возможностью, у нас нет ветеринарного кабинета на территории для того, чтобы проводить стерилизацию, мы стерилизуем в клиниках. Ну, в среднем, наверное, в месяц мы 5-6 собак точно стерилизуем. Какие-то оседают в приюте, какие-то из них волонтерские, которые потом идут на кураторство к своим кураторам или в новые дома. Какие-то живут в приюте. А как вы думаете, собакам лучше жить в приюте или все-таки на воле? Есть дворы, где собаки живут довольно комфортно, где собакам комфортно, где они получают удовольствие даже просто чисто от общения. И люди, которые там живут, они тоже получают удовольствие от общения с этой собакой. Она не агрессивна, она не лает. Если собака не агрессивна, то это зависит от собаки. Некоторым собакам нужен дом, нужен хозяин. Вот, например, яркий пример. Вот он без человека, ему будет плохо. Ему надо жить в доме, чтобы можно было носом прижаться, встретить своего любимого человека, ему на улице будет плохо. Есть собаки, и к нам тоже такие попадали, которых реально понимаешь через какое-то время, что и к человеку собака не тянется, и в новый дом она не хочет. Поэтому таких собак приходится выпускать. Но, опять же, так как к нам в основном попадают уже более-менее социализированные либо пострадавшие собаки, у нас таких случаев единицы. Как вы взаимодействуете с другими приютами и питомниками? Есть какие-то контакты? Ну, все знакомы. Насколько это возможно, пытаемся обмениваться опытом. В выставках совместных участвуем обязательно в порядке. Если кому-то привезли много еды, ему это слишком много. С удовольствием все друг друга делимся. Особенно летом, когда нет холодильников, то активно делимся. И с нами делятся другие приюты. И мы делимся, да, чем можно. Бывает, когда есть, например, там запрос на какую-то собаку овчаристого типа. Если у нас такой нет, но мы знаем, что она есть в приюте в другом, и мы про это знаем, то мы всегда рекомендуем. И точно так же к нам иногда приходят рекомендации из других приютов, когда приходят. Все знают, что у нас, мы специализируемся на крупных собаках. У нас всегда есть, ну, метисы, алабаи, будем говорить так. Поэтому, если где-то такой запрос происходит, а в приюте такой собаки нет, к нам тоже из других приютов присылают рекомендации. Сходите, посмотрите. Елена Татьяна, сегодня вы пришли сюда с собаками. Что за собаки? Что за собаки? Расскажите немножко о них. Кого вы сегодня привезли? Ну, это девочка, которую зовут Манана. Она вот Манана-банан. Ей два месяца. Она полуовчарка. У нее мама настоящая овчарка. К сожалению, папа, как часто бывает у собак, подлец. Поэтому нам неизвестен. Кроме того, что он достаточно крупный. Собака будет крупная. И совершенно с прекрасной психикой. Она вот здесь сидит, и ни на кого не реагирует. То есть, если вы хотите верного друга и охранника, то это будет прекрасный выбор. Довольно-таки спокойно сидит. И я даже сказал, что вот пример хорошей, стабильной, крепкой нервной системы. А это что за собачка? А это адмирал Нельсон. Адмирал попал к нам. Ну, и кличка у вас, правда. Ну, мы немножечко одноглазые, соответственно. Есть небольшая аналогия. Попал он к нам в октябре месяце. Забрали его щенком с улицы вместе с мамой. И вот с тех пор он сидит у нас. Мы ждем, когда же кто-нибудь захочет. Шикарного мальчишку. Размером почти корги. Характер прекрасен, шикарен, воспитан. Пеленочка, выгул, кушаем все. Приезжайте. Если у вас есть информация о тех животных, которых уже пристроили после нашего эфира, пожалуйста, звоните нам по телефону 8-927-686-0790. Ну, и мы снова вернемся к этой теме. Через две недели, в пятницу, 12 марта, на телеканале «Самарагиз». И, конечно, познакомим вас с работой волонтерской организации. Узнаем, кого пристроили, какие собаки и кошки ждут своих новых владельцев. Всего вам доброго. Это был канал «Самара ГИС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова